Привет, красотка! И сегодняшнее видео будет посвящено моим родам. Видео будет долгим, я готовлю вас сразу же. Берите чай, берите водичку, какие-нибудь полезные вкусняшки, чтобы не проголодаться, потому что, ну, вы видите, наверное, длительность видео. Я еще сама не знаю, сколько видео будет длиться, но я чувствую, что очень долго. У меня тут расписан сценарий на три страницы. Более того, кадров из роддома тоже очень много, поэтому в этом видео будет и моя. Такая теоретическая, историческая часть, ну, в смысле, я буду историю рассказывать родов. И какие-то фрагменты, моменты со дня родов, из роддома. Я очень надеюсь, что это видео кому-то будет и полезным, потому что действительно информации здесь будет не просто бла-бла-бла, в принципе, полезной информации здесь будет много, но кому-то просто будет интересно послушать. Давайте окунемся в 20 мая. Я считаю, что нужно начать свой рассказ с этого дня. На 20 мая мой срок беременности составлял 40 недель ровно и один день. Это, собственно, такое, знаете, яблочко прямо, ну, то есть, доношенная беременность. Моя ПДР, это предварительная дата рода, была 18 мая. Но, собственно, 20 мая я еще гуляла по торговому центру, и мы встретились с моей подругой, с Леркой, вы ее все знаете, я думаю. И в этот день мне дико захотелось пойти на ужин куда-нибудь со своим мужем. Мало того, что мы, в принципе, весь девятый месяц провели как медовый второй, и действительно очень много себя баловали, ни в чем себе не отказывали, потому что, ну, в ближайшее время мы бы провели, ну, если не в четырех стенах, конечно, но вы понимаете, что наш бы быт очень сильно изменился, и мы решили напоследок, так сказать, отрываться, провести максимальное время вдвоем. Так вот, 20 мая я решила прямо очень так настойчиво, что хочу пойти сегодня на ужин. На тот момент я уже прощалась с Лерой, и звоню Денису, говорю, я хочу на ужин пойти вот в такой-то ресторан. Он говорит, не, у меня сегодня работы много, давай завтра. Сегодня вообще не вариант. Я такая подрастроилась, думаю, ну, ладно, ничего. И Лерка мне такая говорит, Саня, ты что, ты беременна? У тебя отличный аргумент, просто ты беременна. А я никогда этим аргументом, в принципе, не пользовалась, знаете, даже когда я в метро ездила, я не намекала, типа, своим животом, а можно, пожалуйста, мне сесть вместо вас, молодой человек? И тут впервые за всю беременность, за все 9 месяцев я перезваниваю Денису и говорю, я беременна, я хочу на ужин, я завтра могу родить. Мне кажется, он оторопел немножко, потому что впервые была какая-то вообще прихоть с моей стороны, он такой, ладно, хорошо, давай я выхожу. Так что мы в этот день сходили в ресторан, и на следующий день я родила. И вернулись домой, и вечером в 11 часов у меня отошли воды. Скажу честно, скажу сразу, это не самый идеальный вариант начала родов, потому что лучше всего, когда роды начинаются со схваток, и уже по мере нарастания схваток, на раскрытии примерно 6 сантиметров, раскрытии шейки матки, да, сегодня будут такие термины немножко, воды отходят сами. Лучше всего, короче говоря, когда они отойдут уже попозже. Почему? Потому что если вы рожаете в роддоме, врачи обязаны следовать протоколу определенному, протоколу родов. Если вы начинаете свои роды с отхождения вод, точнее, ваши роды начинаются с отхождения вод, то включается некий такой таймер. То есть врачи не могут ждать просто там 24 часа, пока у тебя сами начнутся схватки, и пока ты родишь. Если у тебя не начнутся схватки в течение там 4-6 часов, в роддоме начнут стимулировать. Стимулировать это означает добавлять окситоцин, это наш гормон любви, самый важный гормон в родах. После окситоцина пойдет еще какая-нибудь штука. Я была максимально настроена за отсутствие стимуляций любых. То есть я хотела родить максимально сама, максимально естественно. И своего врача я тоже к этому готовила, так сказать. Но, как говорится, со своим уставом в чужой монастырь не ходят. Поэтому если я решила рожать в роддоме, то я обязана как бы следовать их протоколу тоже. Когда у меня отошли воды, я встала на этот самый счетчик. То есть здесь очень важно было сейчас время, потому что малыш находится, получается, в безводном режиме. Это не означает, что вся вода, в которой он находится, вышла. Нет. Ну, короче говоря, я не буду вдаваться в подробности. Просто знайте, что вот так вот. И, к сожалению, мы зависели теперь именно от времени. То есть не просто там Саша рожает хоть 24 часа, ничего страшного. А все-таки было важно начать этот процесс побыстрее. Ну, в общем-то, мы к этому времени уже легли спать на самом деле. И отошли у меня воды почти во сне. То есть я засыпала. Это, кстати, очень такое приятное ощущение. Это не больно, это был небольшой такой щелчок. Где-то в животе как будто бы что-то лопнуло, знаете. Не как будто прям шарик гелевый лопнул, конечно. Но такой, знаете, глухой немного звук такой. Что-то проткнулось, и потекла теплая водичка. Я, конечно же, обрадовалась, что, в принципе, роды начинаются. Потихонечку, помаленечку начала собираться. У нас, конечно, были сумки уже собраны, все было готово. Но по мелочам оставались какие-то вещи и моменты. Я Дениса сразу же будить не стала. И, собственно, я начала погружаться в себя, чтобы вызвать схватки. Ну, то есть не вызвать, а дождаться их. Потому что очень важно, конечно же, чтобы схватки начались сами. Чтобы это все произошло естественно. Но для меня это было важно. И для этого я постаралась отключиться просто от мира сего. То есть уйти в себя в некое такое медитативное состояние. Вообще, если уж говорить о родах. Роды это не про мозг. Это не про работу мозга именно. Это про работу подкорки нашей, нашего подсознания и нашего тела. А тело наше знает, как рожать. Это делалось всегда. Это абсолютно физиологичный процесс. И, в принципе, если нашему мозгу не мешать. И если знать, как проходит весь процесс. Все пройдет нормально и естественно. Женщина к этому готова. И это делали 200 лет назад, 1000 лет назад. И, короче говоря, важно отключить свой мозг. Мозг наш враг в этом процессе. А еще такой момент, на самом деле, когда отходят воды. Всем говорят ехать в роддом сразу же. Ну, то есть, это такой момент, как я уже сказала, не прямо уж стандартная ситуация начала родов. Если у вас бы начались просто схватки. Окей, вы их можете там дома попереживать немножко. И потом поехать в роддом. Но на отхождении вод обычно всем сразу же говорят ехать в роддом. Но так как я, в принципе, готовилась очень-очень-очень усердно к родам. И общалась со своим врачом, заранее договаривалась. Она мне разрешила побыть дома. Дома стены все равно греют. Дома обстановка намного спокойнее, лучше. Дома можно поспать между схватками. Расслабиться. Поэтому мы с ней договорились, что если воды отходят, они светлые. То есть, они прозрачные. Без каких-то нарушений. В общем, все нормально. А потом начинаются свои естественные схватки потихонечку. То можно сидеть дома и как бы ждать, пока схватки будут все больше нарастать. Я очень обрадовалась. Потому что через 10 минут после отхождения вод у меня начались схватки. Это хорошо. Это отлично. То есть, стимуляция никакой не понадобилась. И я начала потихоньку переживать первые схватки. Они у меня были каждые минут 7. Если кому интересно, мне всегда было интересно, что такое схватка. Не в плане я не понимала физиологично, как это происходит. Я понимала, что да, это сжатие, сокращение матки. Но что это за такое ощущение? Мне было очень интересно. И на консультации у Доулы. Я вам рассказывала, кто это. Это помощница в родах. Это вообще супер важный человек в нашей истории родов оказался. Ее консультации нам очень помогли. Очень помогли настроить Дениса, меня. Она на одной из консультаций на мне показала, что такое схватка. Но она это сделала вот на этих мышцах. То есть, она очень медленно, как в принципе и бывает в схватке, начала их сжимать. Вот здесь вот эти мышцы. И на самом пике она сжимала их очень сильно. Так что мне аж нужно было продыхивать. Ну, то есть, как и нужно дышать во время схватки. Ну, и в принципе, да. Так оно и есть. Схватка это действительно такое нарастающее чувство. Будто сжимается живот. Живот становится таким тяжеленьким, каменным. И самый пик, это такое прямо максимальное сжатие. Если помогать себе дыханием, что я и делала, то все проходит намного проще. Но первые схватки я переживала лежа в постели, дома, засыпая между ними. Потому что очень важно было набраться сил. Так как впереди огромная работа, огромный физический труд. Пока есть возможность, нужно было набраться сил и выспаться. Ну, и, собственно, потихоньку учащались схватки. Я уже разбудила Дениса. Денис обрадовался такой. Это точно не тренировочный. Я говорю, не, воды отошли. Так что точно скоро родим. Ну что, у нас все началось, кажется. Даже не кажется, точно началось. Потому что отошли воды и начались схватки. Но пока что я почему-то сомневаюсь до сих пор. Потому что они слишком легкие. Мы рожаем. Так вот выглядит девочка моя. Главное кроватка. Так, начинается схватка. Надо замерить. И Денис начал тоже собирать там какие-то вещички. Начал читать свои заметочки, которые он конспектировал на консультациях у Доула. Ты читаешь свои заметочки? Да. Что тут написано? Как мне помогать? Напомнить про смирение перед самими родами, перед потухами. Мы считали схватки по специальному приложению. Тут я засекаю схватки. Пока как бы не особо что-то виднеется. Типа там увеличение самой продолжительности схватки. Или сокращение интервала. Но они хотя бы есть. И они регулярные. Сейчас полчетвертого утра. Так-то быстро время как-то идет. Уже можно сказать. Я рожаю с 11 часов. И Денис уже начал мне облегчать намного боль в схватках. Но я бы не сказала, что это прямо сильная какая-то была боль. Но тем не менее, нам Доула подсказала несколько поз. Несколько помощников в роде. Что может делать партнер. В родах. Вроде. Что может делать партнер. Так как у нас были партнерские роды. И мы потестировали уже дома. И это просто невероятно. Что оказалось очень полезным. Помните, я говорила вам. Показывала видео массажер, который я купила. Думала, что мне будет с ним легче. Вообще нифига. Просто бесполезная штука. Лежит у нас вот напротив меня сейчас. Намного более эффективной оказалась помощь Дениса. То есть он своими руками мне помогал очень сильно с поясницей, со спиной. Буквально в два раза схватка была менее болезненной. И я так вам говорю потихоньку-потихоньку. Но на самом деле-то мы дожили до 6 утра. И в 6 утра я позвонила своему врачу. У нас были роды по контракту. То есть я выбирала заранее врача. Заранее с ним консультировала. Это означает то, что он в любое время дня и ночи приедет ко мне на роды. Точнее поедет в роддом. Я позвонила врачу. Сказала, что у меня схватки примерно уже каждые 4-3 минуты. По минуте. И мне сказали, что отлично, круто, молодец. Может потихонечку собираться и выезжать. Это раз сумочка в роддом. Чемодан. Еще. А чего так много-то всего? А, ну вот это мы дадим врачу сразу же. Это набор для взятия стволовых клеток. Мы как будто в путешествии с чемоданом. У нас был список окончательно, что не забыть в последний момент. Светильник свой. Термос с чаем специальным в роды. Раствор для линз, косметичка, очки. Все это положили уже. Массажер, документы, коврик, телефон, зарядка. Только я, мне кажется, беру фотоаппарат в роды. Несколько схваток мы пережили прямо в машине, в подъезде. В принципе, все было достаточно терпимо. Именно благодаря правильному дыханию. Именно благодаря ментальному погружению. То есть я каждую схватку представляла, как я помогаю своей девочке. Это было на самом деле очень важно. Вот сейчас небольшое отступление. Когда я только забеременела и начала изучать тему родов, тему беременности. Для меня роды раньше это было два слова. Больно и второе слово это страшно. Вот такая вот у меня ассоциация была с родами. Абсолютно, конечно же, неправильная. И просто подтвержденная фильмами, наверное, какими-то историями страшными. И я даже не предполагала, что роды могут значить так много, как для матери, так и для ребенка. И что именно естественные, физиологичные роды, когда ты помогаешь малышу проходить этот путь. Потому что рождаться на самом деле это намного больнее, намного сложнее, чем рожать. И большинство женщин приходят на роды помучаться. То есть они заранее боятся. Что-то вроде день родов наступил, боже мой, сейчас буду мучиться, сейчас ждет меня столько там часов мучения и боли. Но на самом деле, если ехать в роддом за малышом, за своим ребенком, пытаться помочь ему в родах, настраиваться не на себя любимую и думать о том, как мне больно, как мне сейчас плохо, а о том, как помочь своими действиями малышу, то все пройдет намного более гладко, намного легче. Ну и, конечно, к этому нужно готовиться. Я вообще не понимаю, знаете, как можно готовиться ко всем там процессам, типа к экзамену готовятся люди, к дню рождения готовятся. А к родам иногда просто люди надеются на врачей. Типа, да, они сделают свое дело. Вообще-то делаешь дело ты максимально. За тебя ребенка никто не родит, если это, конечно же, не кесарево сечение. Ну а так, я уверена, что это просто обязанность каждой женщины, беременной женщины или готовящейся стать матерью, изучать этот процесс, понимать, что с тобой происходит в каждый момент времени и помогать ему малышу. Ну все, я продолжаю, а то я начинаю уже отходить от темы. Мы приехали в роддом, и тут началась полная фигня. Нас встретила дежурная кушерка, которая, давай задавать какие-то вообще неважные сейчас вопросы, вот честно, от моего имени до моего веса, каких-то там бумажек, которые нужно было заполнить, заполните сейчас, распишитесь. И, конечно же, я была погружена полностью вот в это состояние. Денис со мной специально не разговаривал. Я не пыталась, знаете, активизировать сознание, потому что оно максимально мешает в этом процессе, как я уже сказала. А тут давай какие-то вопросы просто неважные. Сейчас Денис такой сразу же, о чем могу я помочь? Нет? Могу я все это заполнить? Нет. Именно роженица должна это все сделать. Короче говоря, что вы думаете? Конечно же, схватки, ну, не прекратились, но они стали намного реже. То есть, если у меня уже был такой прямо активный период, когда я знала, что каждые 4 минуты у меня точно будет схватка, то сейчас схватка могла там раз в 11 минут быть, потом раз в 8 минут. Я понимаю, что капец, я уже поднимаюсь в родовую палату, и схваток просто почти нет. Я немножечко начала паниковать, потому что, как вы помните, в самом начале я говорила, что время тикает, счетчик стоит на мне, но придя в родовую палату, Денис меня так успокоил, заставил снова отключить сознание, уходить в себя. К тому времени в роддом уже приехал мой врач, она сделала осмотр, и, конечно же, что мы там узнали? Слабая родовая деятельность. Замечательные 3 слова, которые не хотелось бы мне услышать, конечно. Это означает то, что шейка матки раскрывается медленно очень, и схватки идут, собственно, очень редко. Мне врач намекнула немного, что времени у нас не так много, если я хочу, естественно, сама родить. И меня немного это напугало, и, мне кажется, мой окситоцин максимально активизировался в организме, и я ушла в себя. Как раз-таки моя дола советовала представлять в родах свою шейку матки как цветок, что он распускается, и прям представлять, как она раскрывается, будто бы распускаются лепестки цветка. Максимально, вот знаете, визуализировать эту картинку, представлять, что малыш двигается, что все хорошо, схватки учащаются, и действительно, буквально спустя 15 минут снова схватки участились. Врач пришла, обрадовалась, я тоже обрадовалась. Как себя чувствуешь? Хорошо. Такая нимфа. Так проходили еще несколько часов, еще несколько часов, потому что схватки – это дело не быстрое, ну, смотря у кого как, конечно. Это Саша. И это Саша. Это Саша взвешивает малыша, да, наверное? Весь такой маленький. Положить сюда кусочек манка, как себя чувствуешь? У нас девочка рожает. По мере их нарастания они были все больнее и больнее, но, в принципе, все было посильно. Мне помогало очень сильное дыхание и помогал Денис. Денис сжимал прямо очень сильно ягодицы, нажимая на мышцы определенные, и мне становилось намного легче именно на самом пике схватки. И, собственно, примерно до 15 часов 21 мая, то есть это почти 16 часов длились мои схватки. Конечно, под конец уже я максимально была в себе, то есть я даже не помню этих моментов. Денис мне говорил, что я никак не реагировала, бывало, на него. То есть он просто сам понимал, когда схватка начинается, когда нужно помогать. Я просто пила много воды. И, собственно, после периода схваток, кто не знает, идет период поток. Вот в основном все люди, кто не знает, что вообще такое роды, думают, что только из этого и состоят роды. Просто когда уже женщина лежит на кушетке и рожает, собственно, ребенка. Но, конечно же, нет, роды делятся на несколько этапов. И первый и самый длинный, долгий из них, это именно период схваток. Второй этап родов, это именно потуги, то есть это когда ты тужишься, если ты лежа рожаешь. И третий период схваток, это рождение плаценты. То есть это тот орган, который все это время, все 9 месяцев питал малыша, был связующим таким фактором между мамой и ребенком. И я рожала вертикально. Это означает, что период поток я провела не в лежачем положении, как большинство, наверное, привыкло видеть и знают, а вертикально. И таким образом женщина фактически не тужится, она просто продыхивает. То есть она помогает матке еще сильнее сокращаться. На самом деле это более физиологичная поза как для мамы, так и для малыша. Но это каждый решает для себя, конечно же, готова ли женщина стоять на коленях или просто стоять вертикально в этот момент, когда нужно максимально все свои силы отдавать, держаться за поручни и просто выжимать себе все силы. Ребенку так на самом деле идти намного проще. То есть вы представляете, силы притяжения, он просто двигается как надо. Потуги это, конечно же, самое яркое впечатление с рода. Самое яркое в том плане, что самое такое ух. Кто спрашивал насчет того, где стоит в этот момент Денис, Денис стоял у изголовья. То есть он мне дул на лицо, подавал воду, поддерживал меня. Правда, я его уже мало там слышала под конец, именно на периоде потуг. Мне вообще казалось, что все очень тихо как-то говорят, хотя Денис мне потом говорил то, что врачи прям громко говорили. В общем, потуги прошли у нас примерно за полчаса. И в 15.34, 21 мая, я родила свою дочь, которую мы назвали Евой. На самом деле она даже не плакала, когда родилась. Конечно, как только родилась, она мяукнула. Там, всем привет, я родилась. Но в том плане, что она не кричала прямо так, знаете, дико. Она просто так спокойно, смиренно. Ее положили мне на живот. Но это непередаваемое ощущение. И, конечно, в этот самый момент ты забываешь обо всем. Я и не скажу, что прямо мне было супер больно во время родов. Конечно, да, была боль. Но я настраивалась на то, что я помогаю сейчас своему ребенку. И что это не боль, а что это труд. И труд, который я должна пройти. Я должна потрудиться. И другого варианта здесь нет. И когда ты видишь этот комочек счастья у себя на груди... Я не знаю. Это, наверное... Это не наверное. Это самое счастливое ощущение в моей жизни. Я очень счастлива, что был Денис рядом. Конечно, это большая была бы разница. Если бы, знаете, я бы просто родила. Весь путь схваток и поток прошла бы сама. И просто бы потом Денису уже показали бы чистенькую Еву. Чистенькую меня. И он такой, ой, молодцы. А здесь, знаете, он прожил все это вместе с нами. Он был под такими же гормонами, под таким же невероятным впечатлением. И когда нашу малышку вот положили нам, мне, на живот, я тоже смотрела на Дениса. Это такое счастье в глазах. Глаза такие налитые слезами. Просто не передать словами, конечно. Я не знаю, не знаю, что тут намерных вот так сделали. Девочка моя, как себя чувствуешь? Мы спрячем эти самые, нам их называют. Без животика. Утягки. Зато смотри, какие они эти гиперсы. Кто у нас тут? Девочка Евочка. Красавица. В чулках скажи. Что хочешь сказать, любимая? Красавица. Животок терпеть. Видно, животик. Видно, животик. Животик вон там. Сейчас мы посмотрим, где животик. Вот, животик. Вот мы с тобой, с папой, в одном кадре. Я так горжусь. И мы провели несколько часов втроем. Разглядывали ее, смотрели. Она сразу же давай смотреть мне прямо в глаза. Ну, это, конечно, просто невероятно. Я даже не знаю, что еще говорить, что это счастье огромное, что это невероятные эмоции. Да. Я в этот же момент была готова сказать, что мы пойдем за вторым и за третьим. И что роды, это не про то, что больно и страшно. И поскорее бы закончилось. И вообще самый страшный день в моей жизни. Нет, абсолютно не так. Так у нас были действительно волшебные роды. Я чувствовала постоянно связь со своим ребенком. Я чувствовала, как ей нужно помочь. Старалась это делать. Действительно старалась. Конечно, в какой-то момент это стало максимально сложно. На моменте потуг, когда мне именно было больно. Очень. В этот момент, конечно, тяжело оторвать свое внимание от себя любимой. И переключить внимание все-таки на ребенка и на помощь ему. То есть мысленно, да. Я очень рада, на самом деле. Очень рада, что роды прошли без единой стимуляции. Без каких-либо там докалываний чего-либо. Без разрывов. Все естественно. И так как я готовилась, собственно, к этому. Я думаю, я сюда еще повставляю некоторые кадры с первых дней в роддоме. Мы там провели всего три дня. Я не помню, что мы там именно снимали. Но снимали мы там очень много. Так что уже во время монтажа я решу, что сюда вставить. Любимая. Мы приехали. Куда? Из родовой в наш отель. Там будет Денис. Вон моя кровать. Кровать ко мне поставили. Да, я подъеду ближе. Давайте посмотрим, чем нас кормим. Давайте. Я такая голодная. Это наша еда, которую мы можем есть, потому что тут нет мяса. Суп. Тоже без мяса. Это чьи, да, наверное? Рассольные. Рассольные. И свекла. Офигеть. Они что, знали, что я не знаю? А там наш кулетчик. Где наш кулетчик? Тут какой-то подарок нам подложили. Мне тоже дали поесть. Как выглядит мама на второй день родов? Ой, родов. Нет, спасибо большое. Мне хватило. Папа профессионал. Наш папа хороший. Контрольное тепло. Контрольное тепло. Хорошо, Стан? Да, не очень. На 100, так круто. Что нам на завтрак принесли? Да нет, так хорошо. Иди ложись, ничего. А я тебя покоролю. Я хочу показать тебе на завтрак. Это пшенная кашка. Это чай, наверное. Хлеб. Две кровати рядом. Вы сыну принесли. Мы увлажнитель из дома взяли. Точнее, папа вчера съездил. Я тебя сейчас всегда буду папой называть. Это папины закусочки. Это мамин чаечек. Мы сучки. Высушились один. Что за потеря носочка? Мой чай. Нас папа все привез. Сделал домашнюю атмосферу дома. Ой, дома, в роддоме. Мне действительно здесь кажется, что мы дома. Папа так сладко смотрит на девочку свою. Я очень надеюсь, что видео было вам интересно. Что было интересно послушать мою историю. Кому-то может быть действительно полезно что-то. Для себя кто-то новое узнал. И также напишите, пожалуйста, будет ли вам интересно увидеть отдельное видео с выписки из роддома. Потому что в этот день я тоже очень много снимала. Начиная с моего макияжа на выписку. Заканчивая тем, как нас встретили родственники. Как нас поздравил роддом и так далее. В общем, если вам было бы это интересно. Это как некий влог получится, наверное, с того дня. То пишите обязательно в комментариях. Я буду монтировать. И тогда выставлю это видео. Смотри, надо переодевать уже. Привет! Оно появилось у меня в видео. Давай, пойдем мыть копку. Ты тоже хочешь копать, Сказа? Так, сука. Попаться. Идите, я скоро приду. Ну все, красотки, я с вами буду прощаться. Вы, как видели, меня уже тут зовут. Я вас хочу пригласить в свой инстаграм, потому что сейчас я там более активно, нежели на канале. Подписывайтесь, если еще не подписаны. Следите. Я вас очень сильно люблю. Спасибо за просмотр. И улыбайтесь чаще. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры подогнал «Симон»